Придумайте прививку от русскоязычных казахов Акын предложивший золотой памятник Эльбасы вот так называется статья давайте я вам сейчас я ее прочитаю известный Айттескер вот он на фотографии Балхенбеки Машев заявил что не будет вакцинироваться от коронавируса кроме того он обратился к ученым с просьбой придумать прививку против русскоязычных казахов придает информационная агентства newtimes.kz видеообращение Акын опубликовал на своей странице в инстаграм коронавирусом я переболел летом больше мне не нужно делать прививки даже если бы это было необходимо я бы все равно не стал прививаться свою судьбу я доверяю Аллаху а не вакцине написал Акын под постом но я тут хотел же сразу добавить свое комментарий свое личное мнение вот здесь вот я с ним абсолютно не согласен то есть он видите как он вакцина значит это наука значит отдельно у него получается в голове Аллах у него получается отдельно то есть это чудовищное я считаю неправильное понимание ислама поэтому я бы советовал балгамбеку больше изучать ислам потому что твое понимание абсолютно неправильно и ты людей я считаю путаешь то есть получается у тебя наука современная отдельно Аллах у тебя отдельно я встречал к несчастью таких мусульман есть такое вот знаете вот такие мусульмане которые вот так они видят я говорю ну тогда если у тебя наука отдельно Аллах отдельно тогда говорю ну не пользуешься ты тогда вот фотографиями зачем выложил свои фотографии инстаграм не пользуешься телефоном не пользуешься это же наука придумала понимаете да вот мысль мою то есть я считаю это чудовищное вот неправильное отношение Аллаха я думаю что ты такими вот высказаниями прям мутишь вот мутишь вот неправильно вот молодежи и поэтому я хотел высказать свое негодование по данному поводу да давайте дальше читаем дальше значит сейчас все только и говорят про вакцину есть те кто против вакцины а некоторые еще не могут определиться а то что звезды шоу-бизнеса или политические деятели прививаются вакциной это их выбор никто не вправе осуждать за это пояснил айтискер также и машев отметил что если даже 7 миллиардов человек на планете вакцинируется он не собирается этого делать мои дети родные никто не будет прививаться конечно спасибо ученым которые разработали вакцину за кратчайший срок добавил он ну тут ветер его дети его родные конечно он будет нести завтра ответственность за свои детей я лично буду прививаться своим казахстанской вакцины которые придумают скоро вот уже должны разработать наши это я про себя говорю давайте дальше почитаем после чего айтискер обратился к профессорам которые разработали вакцину ученые вы ведь вы разрабатывать вакцину для таких заболеваний как грипп коронавирус придумайте прививку против русскоязычных казахов которые в правительстве и в обществе стыдятся разговаривать на своем родном языке чтобы те люди которые привились хорошо разговаривали на казахском а не на русском или английском и не подражали другим нациям придумайте вакцину которая заставляет уважать свой родной язык заявил балгенбек и машин здесь я тоже выражу свое негодование потому что я абсолютно не согласен балгенбек с постановку вот этого вопроса что ты считаешь что если казахи заговорят на русско на своем родном языке то ты считаешь что они станут казахом нет и нет понимаешь балгенбек пойми правильно даже если сегодня все заговорят на казахском языке вы не станете настоящими казахами пока ваше общество и моем личное мнение да она больно больно мы в тюрьме для того чтобы стать настоящим казахом мы должны вылечиться от алкоголизма мы должны вылечиться от вот этой вот проституции который то есть очень много таких болезней симптомов которые наше общество сегодня переживает и то что русские язычные например казахи разговаривают на русском языке это еще знаете язык это не такое прям аж такое прям если вы мечтаете и многие вот я вижу глупые люди они думают что если все заговорят на казахском языке тогда общество все это изменится все станет на свое место я считаю что нет и нет то есть сперва надо научиться думать как наши казахи как наши предки думали понимаете то есть в первую очередь я всегда говорил у нас должно быть три кита как я их называю на котором три столба на котором должен быть настоящий казах то есть вот три столба это первое это ислам настоящий ислам не такой который балгенбек вот например там научился там бороду отпускать да тюбетейку одевать то есть атрибуты изучил а само суть и ислама и вот то что он противоставляет ислам и науку это аллаха науку чудовищное вот неправильное понимание ислам чудовищно и поэтому первое я говорю для того чтобы стать действительно национал патриотом быть настоящим казахом вы должны научиться исламу настоящему это раз второе это значит быть old второе это нация то есть ты должен знать свои семь поколений ты должен значит знать все свои традиции ты должен значит думать как казах понимаешь вот второе и потом третье это то есть язык казахский язык если вот из этих трех столбов выбить хотя бы один столб то ты не будешь настоящим казахом поэтому когда я вижу в обществе когда вот они считают что только когда заставят вот именно заставят говорить казахов на казахском языке вот тогда якобы общество переменится я говорю нет нужно чтобы общество переменялось сознание менять людей сознание то есть убирать вот это вот все вот эти советские вот эти вот атрибутику понимаете вот это вот мыслить как советские люди то есть нужно изучать настоящий ислам настоящий а не тот который про который говорит в алгамбек то есть настоящий ислам и второе это и на трех столбах и на трех столбах держится это old либо хоть как назови то есть один хотя бы столб разрушится но не будет перед вами настоящего казаха я вам хотел также сказать что русская например возьмите историю россии да они свое время их не элита разговаривала только на французском языке где-то около ста лет они разговаривали только на французском языке и что русские превратились во французов что ли нет конечно то есть поэтому вот эта теория что если все весь казахстан загореть на казахском языке это и все это вычистит общество вычистит якобы все станут казахами нет и нет то есть я вам повторил что нужно сперва научиться бросьте пить курить материться заниматься прелюбодеянием очень много понимаете пути которые нас приведут когда мы станем настоящими казахами как жили наши предки то есть я всегда предлагал что нужно внедрить казахстане детские сады начиная садика до 12 лет только на казахском языке все нации которые живут в казахстане то есть брать пример с японии мы все знаем как японии они трепетно относятся к своей нации и национальным традициям поэтому мы все знаем что такое суши что такое значит роллы а почему например весь мир не знает что такое бешпармак что такое значит казахский хор хумос например да вот почему потому что мы сами себя еще не можем вычистить от всего вот этой советского вот этого которая нас во всех живет то есть посмотрите внимательно посмотрите вон водку водку называете Туркестан водка я вижу Туркестан водка вы представляете это какое должно быть в голове ненормально чтобы назвать водку Туркестан ну и также здесь пишется что ранее Айтескер то есть Балгенбек и Машев предложил установить памятник первому президенту Нуршултану Назарбаеву выполненный из чистого золота то есть тоже я считаю это абсурд это какая то вот тоже какой то абсурд то есть я считаю что Балгенбек и Машев просто решил хайповать на какой то вот я говорю возьми хотя бы хайп сделай какое то умное изречение чтобы ты действительно я считаю мое личное мнение что он просто он знает Айтескер Ринат Заитов который стал тоже помните хайповал а потом сейчас неделю назад его назначили директором в Алма-Ате театра театра Алла-Тау и я думаю что Балгенбек и Машев тоже решил повторить подвиг в кавычках значит Рината Заитова и тоже хочет стать директором какого нибудь театра поэтому Балгенбек я тебе советую изучай ислам нормальный нормальный изучай ислам не позорь нас мусульману такими изречениями что у тебя там вакцина отдельно Аллах отдельно то есть наука отдельно это отдельно то есть это чудовищная несправедливость в отношении Всевышнего Аллаха я не могу молчать когда вот такое вот творится понимаете как блогер мне вот попалось вот твое заявление я поэтому комментирую и высказываю свое личное мнение значит друзья мои насчет золотого памятника Нурсултана Назарба я тоже считаю это чистейшая глупость Нурсултан Абиш сам говорил ему это абсолютно ничего не надо это вот именно вот такие вот как Балгенбек который добивается каких-то там своих личных целей чтобы как-то показать себя как-то вот оттуда там подлизаться как-то оттуда и поэтому а Нурсултан Абиш сам слышал своими ушами где он говорит что мне это абсолютно ничего не надо переименование улиц переименование городов его имени единственное он говорит я разрешил это назвать университет именем его вот это он говорит я единственное что дал разрешение остальное я ничего не давал поэтому я считаю что не надо вот этим заниматься Популизмом То есть приносите пользу Лучше обществу Не путайте молодежь Сейчас вот слушая вас Сейчас многие теперь тоже будут отказываться от вакцинации А потом, а если эти люди Завтра умрут от коронавируса Понимаете То есть вы берете на себя вот такой грех Такую ответственность Перед Всевышним Аллахом Заявляя вот такие слова Поэтому я считаю он должен извиниться за такие слова Пояснить Или хотя бы пояснить То есть нельзя вот так бросаться словами И приписывать туда Всевышнего Аллаха С вами был Яргали Значит пишите комментарии, ставьте лайки Пишите друзья мои комментарии Я все комментарии читаю Что вы думаете по данному факту Согласны ли вы с моим личным мнением Либо нет То есть пишите, не стесняйтесь Распространяйте мое видео С вами был Яргали С уважением Ассалам алейкум Рахматуллахи Ва Баракатуху